Двухэтажное деревянное здание 1941 года постройки когда-то считалось образцовым, а сегодня его и домом-то трудно назвать. Андрею Корнильцеву квартира в этом бараке досталась в наследство от бабушки, которой жил площадь, дал завод, где трудилась четинка. Однако такому наследству мужчина совсем не рад. Гуляющий ветер, разваливающаяся печка и заклеенные скотчем в несколько слоев окна – это лишь малая часть причин, по которым пришлось покинуть квартиру. Здесь еле текло, я еле-еле залез, я чуть с этой крыши не упал. Крыша покатная, она вся гнилая. Понимаете, смысла нету здесь жить. Между тем жильцы барака каждый месяц исправно платят от полутора до двух тысяч рублей за свои нежилые квартиры. А сам Андрей с женой и с маленьким ребенком ютится у родителей. Делать ремонт не планируют, смысла, говорит, нет. Платишь, платишь. А куда платить-то? В бездомную бочку. Они все, как говорится, платишь, они потом смотришь, через год на джипах, в замках живут. Между тем, этот дом, как говорится, в списках не значится. Поэтому вопрос о признании его ветхим или аварийным пока остается открытым. Как нам пояснили в администрации Нгодинского района, жильцы двухэтажки должны были давно подать документы на регистрацию этого, с позволения сказать, дома. Только после обращения в комитеты городского хозяйства и управления имуществом можно будет поднимать вопрос о переселении, либо о капитальном ремонте. Хотя у Андрея совсем нет надежды. Разве что обратиться к врио губернатора края. Хочу Наталье Жданову сказать, что или переселяйте, или делайте капремонт. Элементарное отношение к людям. Элементарно приехать, посмотреть, составить список и сделать. Но если такого нет, ну а зачем вообще обещать людям, я понять не могу. Сейчас Жданова придет, такая же песня будет. То есть вы тоже не верите? Я не верю, понимаете, бессмысленно. Лучше Жириновскому поверить, и тогда проще будет. Она только по области ездит. Она бы приехала вот сюда, в Песчанку, в Антипиху, на Черновске. Пожалуйста, посмотрела, как люди живут.